Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа Айта Рэмбар и я, ее ведущая, Айжан Байуакова. Вот и наступил один из самых долгожданных и веселых праздников – Масленица. Что ждет жителей нашего города? Как мы сможем отдохнуть на выходных? На эти и другие вопросы ответит гость нашей студии Ольга Николаевна Ушакова, председатель Семипалатинского филиала общественного объединения Республиканское славянское движение «ЛАД». Здравствуйте, рада приветствовать вас в нашей студии. Давайте начнем с истории Масленицы. Расскажите о ней. Ну, Масленица – это один из самых древних и любимых народом праздников. Масленица – это еще дохристианский праздник. И это единственный праздник, который перешел к нам из древних времен и который был принят православной церковью. Но, тем не менее, этот праздник празднуется по своим канонам. Длится он целую неделю. В 2019 году он начался 4 марта и завершается 10 марта прощенным воскресеньем и широкими народными гуляниями. Вообще, этот праздник очень любим народом. И каждый день этого праздника несет на себе какую-то смысловую нагрузку. И у каждого дня есть свое индивидуальное название. Ну, это, конечно, говорит о том, что люди так дорожили редкими минутами отдыха, что не пропадало ни одной минуты из всего времени празднования Масленицы. Этот праздник объединял семьи, потому что в эти дни принято ходить в гости друг к другу. И праздники так и назывались. Там Золовкины посиделки, к тещи на блины. Все слышали эти выражения. И вот люди ходили друг к другу, радовались, отдыхали, пели песни, гуляли, совместно пекли блины. Молодежь в эти дни искала себе пару. И молодые парни к этим дням специально покупали себе новые сани. Потому что считалось хорошим тоном и хорошей приметой в новых санях покатать свою невесту. Ну, а свадьбы праздновались уже строго после Пасхи. Потому что, как мы все знаем, после Масленицы, после Прощенного Воскресения, наступает Великий Пост, который длится до Светлого Дня Воскресения Христова. Я поздравляю вас с наступившим праздником. Давайте расскажем нашим телезрителям, как город готовится к празднику Масленицы. Среди горожан, среди вообще всего народа, независимо от национальностей, конечно, этот праздник очень любим. Он всегда праздновался в нашем городе. И в этом году также он не будет оставлен без внимания. И народные гуляния будут проходить в Центральном парке культуры и отдыха 10 марта, начало в 12 часов. Милости просим на наши народные гуляния. Ну, как обычно, в программе будут и веселые конкурсы, и розыгрыш призов, и концертные номера, и коллективные танцы. Ну, и, конечно, кульминация – это сжигание чучела Масленицы. Ну, и я всех уверяю, что никто не уйдет без угощения. Самым главным угощением на Масленицу, конечно, считаются блины. Блины всегда пеклись из любых вообще каких угодно продуктов. И блины совместимы с любыми продуктами, как со сладкими, так и с солеными. Скажем, и с соленой рыбой, и с соленой икрой. И тут же можно есть их и со сметаной, и с маслом, и дальше и с медом, и с вареньем, и с джемом. И я думаю, в этот раз горожане, каждый на свой вкус, сможет отведать вкусного угощения. Давайте, вот мы обсудили планы на праздники, давайте поговорим поподробнее и расскажем нашим зрителям, чем еще занимается общественное объединение Дома Дружбы и какие основные направления деятельности. При городском Доме Дружбы находится 22 общественных объединения этнокультурных центров. Ну, вот я в данный момент представляю Ассоциацию некоммерческих организаций по связям с российскими соотечественниками, в которые входят 6 организаций. И в данном случае проведением празднования Масленицы инициаторами, главными организаторами выступила Ассоциация при непосредственном участии, активной поддержке и финансировании Акимата и городского отдела культуры, за что им большое спасибо. Каждое этнокультурное объединение Дома Дружбы занимается сохранением, поддержанием, развитием своего языка, культуры, традиций. В связи с этим проводится много праздников, которые имеют национальный уклон, которые могут представить культуру того или иного народа, раскрыть традиции, искусство. И все это культурные организации Дома Дружбы активно сотрудничают в этом вопросе и всегда находят поддержку друг у друга. Все концерты, все какие-то праздники проходят совместно. Вот и сейчас на Масленицу мы будем ее проводить совместно с немецким центром, потому что, оказывается, у немцев тоже есть очень древние традиции проводов зимы, которые перекликаются с славянскими. Вот так в истории все взаимосвязано. Поэтому мы неотделимы друг от друга, призываем всех приходить на наши городские мероприятия, чтобы погрузиться в неповторимую атмосферу и культуру того или иного народа, который составляет единый народ Казахстана. Ольга Николаевна, а как вы поддерживаете связь с горожанами города путем социальных сетей? То есть где в интернете можно вас найти, почитать ваши новости? У нас есть сайт городского дома дружбы, потом мы активно присутствуем в Инстаграм, в Фейсбуке, есть у нас странички наших культурных объединений. Пожалуйста, и все горожане, кто так или иначе заинтересован и хочет что-то узнать, всегда может найти какую-то информацию на просторах интернета. Также мы активно сотрудничаем с местными средствами массовой информации, с газетами, с телевидением. Вот и сегодня мы пришли для того, чтобы познакомить горожан с планами проведения Масленицы и пригласить всех на праздник. Спасибо большое. А возможно, забегая вперед и опережая события, какие еще сюрпризы вы готовите для горожан весной? У каждого этнокультурного центра дома дружбы есть свой план мероприятий. Что касается ассоциации, могу сказать, что у нас впереди. И празднование 9 мая, которое дорого нашему народу. И автопробег, посвященный 9 мая. Акция «Зажги свечу», которая проходит накануне 9 мая уже традиционно в течение нескольких лет в сквере Победы. Ну и непосредственно гуляние 9 мая, участие в концерте. Также мы планируем в этом году провести праздник Ивана Купалы. Ну и традиционный день русского языка, литературы, день языков. Ну то есть те праздники, которые традиционно проводятся ежегодно в нашем городе. И мы призываем всех горожан быть активнее, интересоваться культурой своего народа и соседа, который рядом проживает. Участвовать во всех городских мероприятиях – это обогатит всех. Когда мы будем лучше знать друг друга, наши традиции, мы будем еще крепче дружить. Ольга Николаевна, наше интервью выходит в преддверии празднования Масленицы, но также долгожданного и всеми любимого праздника 8 марта. Ваши пожелания? Всех горожан, особенно горожанок, поздравляю с 8 марта. Я желаю нашим женщинам здоровья, самое главное, хорошего настроения, удачи. И чтобы каждая женщина была для себя феей и могла исполнить те желания, которые она сама себе желает. Поэтому желаю всем женщинам быть феями для самой себя в первую очередь. Спасибо огромное. Уважаемые телезрители, а наша программа подошла к концу. Напоминаю, что гостем нашей студии была Ольга Николаевна Ушакова, председатель Симпалатинского филиала общественного объединения Республиканское славянское движение «ЛАД». Всех-всех с праздником, всего самого позитивного и наилучшего. С вами была ведущая Айжан Байвакова. Всего доброго. До свидания. До свидания. Анонс от нашей программы. Народный хор русской и казачьей песни «Истоки» приглашает на праздничный концерт, посвященный проводам зимы. Мероприятие состоится в Городском дворце культуры 10 марта в 14.00. Субтитры создавал DimaTorzok